Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет начинаем читать книгу Пророка Ионы. Книга Пророка Ионы не совсем обычная книга. Это не столько книга Пророка Ионы, сколько книга о Пророке. Жанровое ее отличие сразу же бросается в глаза. Это рассказ о Пророке. Ведь пророческие книги обычно содержат речи Пророков. Большей частью это именно их речи. Так говорит Господь, Слово Господне. Пророк и его ученики собирают в сборнике, в книге, свои пророческие речи. Книга Ионы в этом смысле больше напоминает не какую-либо пророческую книгу. Даже из тех книг, которые окружают в корпусе Единой книги 12, книгу Пророка Ионы, она больше напоминает вот те рассказы о Пророках, которые содержатся, например, в 3-4 книгах царств. О Пророке Илье, о Пророке Елисея, по жанру. Но вовсе не по своему посланию. По своему посланию она, конечно же, книга пророческая. Хотя жанровое ее отличие, ее стилистика и жанровая особенность, она очевидна. Это отличие, оно очевидно. Книга Пророка Ионы, небольшая книга. Мы ее целиком прочитываем во время богослужения Великой Субботы в качестве одной из паремий. И содержит она небольших 4 главы. Сегодня мы прочтем первую главу этой книги. Книга имеет начало, начало обычное, казалось бы, обычное для других книг или частей книг пророческих. «И было слово Господне Кионе, сыну Амафии». Ну, собственно говоря, больше мы об этом человеке почти ничего не знаем, если, конечно, его не отождествлять с тем Ионой, о котором повествуется в книгах царств. Так вот, из этой книги мы узнаем только имя Пророка, его зовут Иона. Иона, это имя означает «голубь» или «голубица», «йона» — слово и мужского, и женского рода. В данном случае «голубь», «йона». Имя достаточно распространенное. И вот автор этой книги. Эта книга надписывается именем Пророка Иона. И слово Господне Кионе, сыну Амафии. Не сказано, что он Пророк, сказано лишь, что он сын некоего Аматии, Амафии. Дальше, собственно, звучит повеление Божие, обращенное к Ионе. Пророк — это посредник между Богом и человеком. Это глашатый. И задача Пророка — донести Божественную Весть, Божественное Повеление, Божественные Слова до своего адресата. В данном случае адресатом, пророческим адресатом является Неневия. «Встань, иди в Неневию», — говорит ему Господь. Второй стих первой главы. «Город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Ионе повелевается отправиться в Неневию, в столицу Ашура, Ассирийской империи. Это первое в истории тоталитарное государство, претендовавшее на мировое господство. В титулатуре его царей, его повелителей было царь-царей, владыка мира и другие титулы, которые позднее перейдут в титулатуру ново-вавилонской державы, повелителей этой державы. Неневия — это апофеоз зла для иудеев, для еврейского народа. Страна, терроризировавшая на протяжении столетий весь Ближний Восток, чрезвычайно жестокая. И ее устремления простирались на весь мир. И пройдет какое-то время, ассирийцам удастся захватить даже на какое-то время Египет. И туда-то, в эту ассирийскую империю, в коренной ассирию, именно в столицу Ненве, в Неневию, пророку повелевается идти. Пророк прекрасно понимает, что может ожидать его в результате проповеди в этом городе. Город Неневия великий, столичный, злой город, и эти злодеяния переполнили чашу терпения Господня, и эти злодеяния, как здесь сказано, дошли до меня. Как если бы в 1937 году послать человека на Красную площадь в Москве и сказать, повелеть ему проповедовать против Кремля и против тех, кто находится в этом Кремле. Как долго бы такой человек прожил, как долго продлилась бы его проповедь, если бы он пришел в 1937 году на Красную площадь и сказал, пройдет совсем немного времени, и этот Кремль вместе со всеми его обитателями будет перевернут, о чем, собственно, будет говорить и он, жителям этого города. Или если бы его в каком-нибудь 1939 году послать в Берлин и проповедовать его на площади перед Рейхстагом, заставить. Иона понимает, что его проповедь долго не продлится и спасает свою жизнь. Он бежит далее, бежит в противоположном направлении. Ионе было сказано во втором стихе «Встань, иди в Неневию». В третьем стихе «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис». Он ровно в противоположном направлении. Представим себе, что Иона находится в центре Святой Земли, может быть, даже в Иерусалиме, может быть, в северной части Святой Земли, мы не знаем, где находился Иона в это время. Но вот вместо того, чтобы идти на восток, на северо-восток, в Междуречье, в Неневию, Иона отправляется к Средиземноморскому побережью и бежит, как здесь сказано, в Таршиш от лица Господня. От лица Господня прочь от Святой Земли. И Иона думает, что там-то, на крайних пределах цивилизованного мира, человеческого общества, Его Господь не найдет, Его Господь не достанет. Он бежит от Господа, бежит от лица Господня. Ученые в разных местах локализуют этот самый Таршиш, о котором мы здесь читаем, фарсис, синодального перевода. Некоторые отождествляют его стартесским царством. Вот кто-то локализует его в Сардинии, кто-то в южной части Пиренейского полуострова, где самый древний город в Европе, город Кадис финикийский, Гадис. И Иона отправляется на корабле туда, в крайнем пределах Средиземноморья. Существует, вполне можно допустить, существует такое мнение, что Иона отправился еще дальше, к самым дальним финикийским колониям. Самые дальние финикийские колонии были на Атлантическом побережье. Там, где сейчас город Лиссабон, была финикийская колония Олиссипо, там, где Фигера-де-Фош, севернее Лыжбоа, там тоже находят финикийские предметы. Во время раскопок. Финикийцы, как известно, даже до Британских островов дошли, оттуда они привозили к себе финикийские колонии и, собственно, в Финикию даже, Олова. Возможно, за две с половиной тысячи лет до Ваш-Кудагамы они обогнули Африку, правда, в противоположном по отношению к маршруту Ваш-Кудагамы направлении. В общем, это была передовая цивилизация, цивилизация мореходов, цивилизация торговцев, финикийцев. И вот Таршиш был одной из колоний, основанных финикийцами, по всей видимости, жителями Тира. Все финикийские колонии основаны тирянами. Основание колоний выходцами из Сейдона, из Сейдона, Сайды нынешней, не доказано в науке. Иона бежит к самым дальним известным ему пределам цивилизованного мира, бежит в самую дальнюю колонию. Быть может, где-то там, между современной континентальной частью Португалии и Азорскими островами, где-то там его и проглотит, как мы дальше будем читать, это огромная-огромная рыбина. Иона бежит в Яффо, порт морской Яффо, чрезвычайно древний, с незапамятных времен там жили рыбаки, там был порт, где финикийские корабли, в частности, ну и другие корабли тоже находились в этом порту, откуда они отправлялись и куда они потом возвращались. Иопия, это Яффо, нынешние пределы города Тель-Авив в эра Цисраэль. И нашел корабль, отправлявшийся в Таршиш, отдал плату за провоз и вошел на него, чтобы плыть с ним в Таршиш от лица Господня. Иона покупает билет, попросту говоря, отдает свои кусочки серебра, свой кэсов, свои денюжки для того, чтобы его моряки взяли и довезли его до туда, куда сами отправляются. Отправлялись финикийские моряки в Таршиш, в самую дальнюю финикийскую колонию. Следует заметить, что здесь сказано в синодальном переводе «вошел на корабль». На самом деле здесь используется глагол «юд далит рейш», он «я рад», «я рад на корабль». Вот мы на корабль восходим, а Иона на корабль спустился. Вообще следует заметить, что всякий человек, покидающий святую землю Израиля, он спускается. Ну и не только Израиля, но и внутри Израиля. Например, путь из, скажем, Иерусалима в Тель-Авив, ту же самую Яфу, всегда будет обозначаться, движение по этому пути будет обозначаться глаголом «юд далит рейш», глагол с таким корнем, означающий «опускаться», спускаться. Иона поэтапно спускается, сначала спускается из центральной части Святой Земли, может быть, из Иерусалима, спускается в Яфу, спускается к берегу Средиземного моря, затем он спускается на корабль, затем дальше он спустится в Триум, потом он окажется в пучине морской, еще ниже опустится, затем он окажется в очреве большой рыбины, туда опустится, эта рыбина опустит его в морскую пучину, наконец он опустится в Шеол, дальше ему некуда будет опускаться. Путь Ионы – это опускание, это опускание в самые глубины. Святая Земля, Яфу, корабль, трюм корабля, море, чрево большой рыбы, наконец, Шеол, преисподняя. Опустится Иона в своем непослушании, в своем бегстве от Бога на самое дно человеческого существования. Вот эта история, дальше мы будем читать, как будут развиваться события, она совсем не в жанре пророческой литературы, это история о пророке. В данном случае здесь гротескно, фантасмагорично описывается непослушание пророка. Казалось бы, пророк – это первый, кто должен слушаться Бога, в этом его состоит миссия, но здесь нам показан непослушный пророк. А вот все другие и все другое, от людей до неживой материи, Богу послушны. И на фоне всеобщего послушания Всевышнему, вот гротескными чертами описывается непослушание пророка. Непослушание пророка – Господу. Он от Господа бежит и бежит на самый край и Вселенной, и своей собственной жизни. Что же происходит? Дальше Господь начинает вразумлять своего пророка. В четвертом стихе мы читаем. «Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». Господь повелевает морю своему, и море начинает воздымать свои волны. Корабли финикийские, хоть и были достаточно продвинутыми, современными для своего, высоко техничными для своего времени, но все-таки это были по сравнению с современными суднами, такие утлые довольно-таки суденышки. И шли они всегда вдоль морского берега. Но вот эта морская буря, она, видимо, вынесла корабль далеко-далеко от берегов, туда, где бездна, кишащая большими рыбами, левиафанами даже, туда, где солнце погружается в морскую пучину, и откуда уже человек, оказавшись там за краем этой бездны, откуда человек уже рискует никогда не вернуться. «Господь воздвигает эту бурю, и корабль терпит бедствие. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, обычное дело при буре, чтобы облегчить его от нее, от этой клади. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Спускается Иона в трюм, ложится и крепко спит. Его не волнует то, что происходит за бортом корабля, но это волнует моряков, язычников, идолопоклонников. Они начинают молиться своим божествам, призывать их, смилостивиться, просят, ну и делают свою обычную работу матросов во время бури, которую полагается делать. Выбрасывают с корабля кладь, груз, тот купеческий груз, который они везли в Таршиш. И вот приходит к нему капитан в шестом стихе, приходит к Ионе, спускается в трюм. «Почему ты-то своему Богу не молишься? Вставай и ты молись». «И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». Удивительно. Капитан корабля, язычник, вразумляет Иону, человека Божия, пророка, и будет его заставлять молиться своему Богу. «И сказали друг другу моряки, пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребий, и жребий выпал на Иону». Обычное решение, разрешение непонятной ситуации, определение определялось по жребию. Как выглядел этот жребий, что они бросали, здесь не ясно. Существуют самые различные формы жребиев, гаданий по жребиям в древности существовали, да существуют и сегодня. И вот оказалось, что жребий выпал на Иону, виноват Иона. И тогда они ему говорят, скажи нам, за кого постигла нас эта беда, какое твое занятие, откуда идешь ты, где твоя страна и из какого ты народа. Они задают ему вопросы, вопросы, на которые Иона должен ответить. Пророк не хочет быть пророком, он не хочет признаваться в том, что он пророк. Он отвергает свое призвание, он бежит от ответственности. Но вот об этом призвании и об этой ответственности напоминают ему капитан корабля, напоминают ему матросы. Иона вынужден признаться и говорит, я еврей, еврей, чту Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу. Вы там поклоняетесь своим богам, как сказано, все боги народов суть идолы, а Господь Небеса сотворил. И в псалмах сказано, так вот он говорит, им я чту, говорит, того Господа, который сотворил море и сушу. А если он сотворил, значит, они ему подвластны. А если на море буря, значит, мы прогневали его чем-то. Мы терпим бедствие, наша жизнь висит на волоске. В одном из псалмов описывается бедствие корабля, когда вся мудрость моряков исчезает, находящихся на этом корабле во время бури. И устрашились люди страхом великим и сказали ему, для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, так как он сам объявил им. Иона все им рассказал, во всем признался. Он понял, наконец, что сейчас и он, и они все погибнут, и нужно что-то делать. Нужно умилостивить небеса, и сказали ему моряки. Одиннадцатый стих. Что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им, возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас великая буря. Непослушание пророка. За него, за это непослушание расплачиваются ни в чем не виновные моряки. И Иона все-таки человек, не потерявший совесть, он предпочитает самому оказаться в морской пучине. Он знает, что Господь, он владыка и моря тоже. И если угодно Богу, он его и на корабле погубит, а если угодно ему, Всевышнему, этому Богу, моря и суши, которому служит Иона, или скорее отказывается служить, этот Бог моря и суши, он его и в пучине морской спасет. Так оно, кстати, и произойдет. Он понимает, что от Бога, он теперь только осознал, что от Бога некуда укрыться. И даже если он окажется в Таршише, и там, как сказано в псалмах, Господь найдет его и деснится, и вот там Божие обрящет. И вот он отвечает им, бросьте меня в море. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них, они не могли выгрести. Волны все дальше уносили их прочь от берегов. Этот девятый вал. Картина Ивазовского, помним, какие там волны и какие-то мутлые суденышки, словно щепки этими волнами бросаются и переворачиваются. Они не стали его сразу же выбрасывать, Иону. Они подумали, ну, мало ли, человек там спал себе в трюме, может быть, у него такой вот не совсем психически здрав человек, может быть, его тошнит, может, у него морская болезнь, может, у него сознание помутилось. Не будем его выбрасывать, тем более мы не уверены, что это поможет спасти корабль. Они сначала используют свои человеческие методы, человеческие способы для того, чтобы спасти судно и спастись самим. И, наконец, они думают, а почему бы нам не воззвать к тому, кого Иона исповедует своим Богом, кого Иона исповедует Богом моря и суши, Творца всего мира, Творцом исповедует. Почему бы нам к нему не воззвать? И вот они, как мы читаем, воззвали о них Господу и сказали. Удивительно. Язычники, моряки, идолопоклонники, финикийцы, они молятся Богу Израиля, Богу Ионы. Молим Тебя, Господи. Чудо. Да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе. Они исповедуют Бога. Иона, пророк Божий, непослушен своему Господу. А вот идолопоклонники слушаются и Бога, и удивительно слушаются его пророка. И взяли Иону, и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. Дальше с ними происходит, продолжают происходить чудеса. И устрашились эти люди, моряки, матросы, Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, жертвы, и дали обеты. Какие они жертвы принесли, неясно. Дали они обеты, и вот здесь употребляется имя Господне. Имя, известное только Израилю. Они исповедуют Господа Ионы. Здесь употреблена священная тетраграмма имя Господне. Вот такова она первая глава. История удивительная, захватывающая. Читатель думает, ну все, наверное, Иона погиб. Но сюжет разворачивается дальше. Иона оказывается не погибшим, а оказывается живым. И о том, что, какие дальше приключения будут происходить с Ионой, и чему Всевышний будет Иону учить, а вместе с ним будет учить и нас, мы узнаем из следующих глав книги пророка Ионы. Запись делается для библейского портала «Экзегет». Ионануя «Экзегет». Ионануя «Экзегет». Продолжение следует...